Добрый день, друзья! Сегодня с вами снова Алексей Сурнов. Сегодня 24 апреля 2020 года. Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 распространяется по планете. С момента выхода двух моих предыдущих лекций на эту тему прошел уже месяц. И за то время, пока я сидел дома и моя профессиональная активность была сведена к минимуму, я одним глазом следил за тем, как ситуация развивается. И в настоящий момент чувствую необходимость поделиться с вами теми соображениями, которые у меня на эту тему возникли, и дополнить те две предыдущие лекции, которые я уже выпустил, и которые, я надеюсь, вы уже посмотрели. Как обычно, я перед началом выступления даю объявление о том, что я не медик, не врач, я биолог. Мои слова не могут восприниматься как комментарии врача, как комментарии специалиста по медицине. Тем не менее, мое профессиональное образование позволяет мне более или менее адекватно читать, анализировать, интерпретировать ту информацию, которая попадается в открытых источниках. И надеюсь, мое мнение будет вам интересно. Сейчас мы переключаемся в режим презентации, и большую часть времени я буду рассказывать свои мысли, подкрепляя их слайдами. Вот оно название моей презентации. Коронавирус SARS-CoV-2 и болезнь, которая им вызывается COVID-19. Здесь еще дана моя электронная почта. Пишите мне, если у вас возникнут вопросы, которые вы хотите обсудить. Итак, что же произошло за тот предыдущий месяц? Ну, вообще, я попытался выделить несколько основных вопросов, на которые государства и правительства должны срочно ответить. Государства во множественном числе. Все государства, которые затронуты этой эпидемией. Эпидемия уже давно вышла из статуса просто медицинской проблемы. Она стала проблемой социальной, политической. И подход к ней нужен самый, что ни на есть общий. Во-первых, нужно понять, как эта болезнь протекает и от чего люди умирают. Самое первое. Во-вторых, нужно понять, какие имеющиеся лекарства и методики применять против этой болезни. Третье. Какие методы нужно разрабатывать? Чего нам не хватает для того, чтобы победить эту болезнь? Четвертое. Чтобы победить этого противника, SARS-CoV-2, нам нужны прогнозы. Нам нужна более-менее достоверная схема предсказания того, как эта эпидемия будет развиваться сама по себе. И как она будет развиваться в случае, если мы против нее примем те или иные меры. Пятое. Тесты. Кого, когда и как тестировать на эти заболевания? Вполне вероятно, тестов не хватит на всех. Или, может быть, нужно сделать так, чтобы их хватило на всех? Насколько это необходимо, тестировать всех? Какие тесты применять? Нужно ли применять тест на сам вирус или тест на иммунный статус человека, который позволяет оценить, переболел он этой болезнью или нет? Что вообще нужно для тестирования? Ну и седьмой вопрос. Он в большей степени экономико-социальный. И из области организации здравоохранения. Как планировать карантин? Потому что ни у кого не остается сомнений, что карантин важен. Карантин замедляет скорость распространения этого заболевания, что очевидно. Ну и вообще, в принципе, смотрите мою первую лекцию на эту тему. Но понятно, что при карантине огромное количество людей и предприятий приостановят свою деятельность. Им нужно, с одной стороны, каким-то образом помогать, обеспечивать их благосостояние в этот момент, в этот период. А с другой стороны, нужно понять, какие методы насаждения, какие методы принуждения к карантину государство вправе применять. И очень серьезный подвопрос в этом же самом пункте, который тоже необходимо увидеть на поездку дня. И это может ли так случиться, что деньги на поддержание карантина закончатся, пока эпидемия все еще идет. Когда это случится, и как отменить карантин в условиях все еще идущей эпидемии с минимальными потерями. Но более-менее профессиональное мнение я могу сформулировать только в вопросах 1, 2, 3 и 4. Во всех остальных вопросах я, безусловно, полагаюсь на мнение соответствующих экспертов. Ну и в основном-то по вопросам 1, 2, 3 и 4 мы сейчас и пройдемся. Значит, рассмотрим сначала патогенез. Патогенез – это вообще как заболевание течет. Как заболевание течет на уровнях биохимическом, на уровне органов, на уровне целого организма. И от чего человек умирает на самом деле? По каким причинам? Что можно сказать? Ну вот здесь есть ссылка. Знаете, я вообще в том числе слушаю не только биологов и экспертов по теоретической медицине, но еще и советую слушать тех людей, которые непосредственно на передовой, которые пытаются лечить это заболевание. Вот, на мой взгляд, довольно неплохая, довольно дотошное такое интервью, глубокое, долгое, недавно провела журналистка «Новой газеты» Юлия Латынина с американским доктором Майком Мирером интервью на русском, вывешенном на YouTube-канале «Новой газеты». Его можно посмотреть. И там было сказано, что пациенты с COVID-19 довольно часто умирают. Не только от повреждений легких, как можно было бы себе представить, но и в том числе от таких, казалось бы, несвязанных ситуаций, как тромбоз, нарушение свертываемости крови, обычного, обыкновенного, и сердечная недостаточность. Но вот про тромбоз можно сказать следующее. Случай-то был описан. Вот здесь даны такие короткие ссылки на литературу. Они там в конце моей лекции будут даны в более развернутом виде. Все те же самые ссылки. Вы на них можете посмотреть, нажав на паузу или что-то такое, какие конкретно это статьи. Ну вот, вот эту статью я помню. Там просто показывались фотографии из микроскопа, фотографии тех тканей, которые были поражены этим вирусом. И там действительно одним из проявлений было именно повышенное образование тромбов. Кроме того, тромбоз в том числе и упоминает, упоминает как возможную причину смерти от коронавируса, ну, при коронавирусной инфекции, большая группа медиков из Китая. Военные медики и гражданские медики. Большой экспертный совет врачей, сформированный китайским правительством в чрезвычайных условиях, он указывает, что нужно врачам там придавать особое внимание повышенной вероятностью образования тромбов в... ну, у пациентов с COVID-19. Это быстро мы прошли. Хорошо. Про тромбоз действительно не очень много я могу сказать, кроме того, что он, по-видимому, действительно является проблемой. Что ещё? Проблемы с сердцем. Они тоже могут приводить к серьёзным осложнениям и даже к смерти, опосредованной, на фоне вот этой коронавирусной инфекции. Или провоцироваться с самой коронавирусной инфекцией. Например, вот здесь есть большой обзор. И в том числе в нём говорится, что среди пациентов с заболеванием COVID-19 почти 60% людей имеет повреждение миокарда. Миокарда – это, собственно, та самая ткань сердца, которая и сокращается. Сам мышечный слой сердца. Хорошо. Почему так происходит? Можно предположить, что вирус SARS-CoV-2 инфицирует сердце как таковое. Прямо вот непосредственно сами клетки миокарда. Ну, по крайней мере, так можно предположить. Мы сейчас разберёмся, так это или не так. Я просто высказываю некоторые гипотезы. Значит, почему происходит поражение сердца? Ну, может быть, потому что SARS-CoV-2 инфицирует ткань сердца. А может быть, потому что иммунная реакция самого пациента каким-то образом провоцирует заболевание сердца. Ведь иммунная реакция это, по сути дела, боевые действия. Иммунная система наносит и самому организму достаточно весомые повреждения в случае очень острой инфекции, очень тяжёлой инфекции. Ну, всё равно, как если бы между двумя армиями шёл бой в городе, и тогда в какое-то здание мог бы попасть снаряд, брусчатку бы разломали на баррикады и так далее. То есть при боевых действиях наблюдаются разрушения, очевидно. Да, значит, это вторая гипотеза. Ну и кроме того, вот этот вот вирус, это уже третья, да? Значит, вот этот вирус SARS-CoV-2, он сливается с клетками за счёт того, что он связывается с некоторым белком, который на поверхности этих клеток растёт. Белок называется ACE2. Я про него уже говорил в предыдущих лекциях, и сейчас могу то же самое повторить. Этот белок – это что-то типа ворот. Это то, что вирус узнаёт с самого начала, и что позволяет ему внутрь клетки попадать. Самое противное – то, что вирус SARS-CoV-2, когда в клетку попал, количество этого белка на клетках человеческого тела умудряется как-то снижать. И пониженное содержание этого белка гипотетически тоже может приводить к каким-то поражениям. Ну, значит, давайте разберёмся детально. Вот эти вот три гипотезы. Имеют ли они право на существование? Значит, начнём с того, инфицирует и вирус SARS-CoV-2 сердце само по себе. Ну, значит, здесь вот снова до нас ссылка. Рассмотрим, какие типы клеток вообще поражаются этим вирусом. Ну, вернее, даже мы не будем все типы клеток рассматривать. Мы рассмотрим клетки миокарда. Вот, кардиомиоциты. Значит, во-первых, плохая новость в том, что кардиомиоциты действительно вырабатывают ACE2. И теоретически вирус к ним может присосаться. Опять же, в 2002-2003 году была эпидемия типичной пневмонии, вызванная сильно похожим вирусом SARS-CoV-1. И этот SARS-CoV-1 действительно тоже про него было доказано. Смотрите, вот этот тут обзор. Про него было доказано, что он может заражать кардиомиоциты. В препаратах кардиомиоцитов был найден этот вирус. Наверное, никто не видел, как он на самом деле заражает эти кардиомиоциты, но, по крайней мере, этот вирус в кардиомиоцитах присутствовал. SARS-CoV-2 пока, на момент написания этой лекции, на момент 22-24 апреля 2020 года, уже был найден в сердце, но не в кардиомиоцитах. Он был найден в макрофагах. Макрофаги – это такие иммунные клетки, клетки иммунной системы, которые шастают, в общем-то говоря, по телу, они не сидят на месте, и они иногда тоже забредают в сердце, и там в случае какой-то иммунной реакции, в случае воспаления могут накапливаться. Ну, вот у пациента, у одного пациента, который в этом обзоре там тоже упоминается, у него как раз была иммунная реакция в сердце, там были макрофаги, и в этих макрофагах сидел вот этот самый зловредный вирус. Так что есть подозрения, не надо сбрасывать со счетов ту гипотезу, что вирус может заражать сердце тоже, но пока нету этому документальных свидетельств. Продолжаем наблюдать. Здесь есть ссылки на несколько статей, где и оригинальные исследования, и также упоминаются предыдущие статьи в этой же области тоже. Белок ACE2 он вообще берет такой гормон ангиотензин 2 и превращает его в нечто другое. Он способствует распаду этого ангиотензина 2 и не позволяет ему накапливаться. А если белка ACE2 нету, то ангиотензин 2 может натворить довольно много неприятного в организме. Он нужен как таковой, без него было бы плохо, но в избытке этот гормон довольно агрессивен. Он вызывает сокращение сосудов, он вызывает такую некоторую реакцию стресса. ангиотензина. в этой статье там достаточно подробно раскрывается, как он действует на нервную систему. Поэтому всегда следует относиться с осторожностью к тем состояниям, которые приводят к накоплению этого ангиотензина 2. Сердце может особенно поврежденное, больное, ослабленное сердце, оно может не выдержать такой большой концентрации этого гормона, которая возникает в том ситуации, когда ACE2 не вырабатывается или его уровень подавлен этим вирусом. Ну и вообще в принципе, я об этом говорил уже в предыдущих лекциях, и сейчас повторяю, избыток ангиотензина 2 обладает некоторым вредоносным разрушительным действием как таковые на лёгкие, на лёгкие сами по себе. Не особенно понятно действительно, каков точный механизм этого, но есть очень серьёзные такие ссылки и указания в научной литературе, что когда вот этот гормон ангиотензин 2 связывается со своим рецептором, ну с тем белком, который на него реагирует, с АТ1, каким-то образом в случае избытка ангиотензина 2 лёгочная ткань начинает разрушаться. Больше там не так, чтобы много чего написано, но в принципе вот эта статья, она как раз и посвящена исследованию этого феномена. так что вирус оказался не просто зловредным, а каким-то архизловредным, он ещё и нашу собственную гормональную систему натравливает против нас. Что ещё? Ну, теперь мы переходим к вовлечённости иммунной системы в то, как протекает коронавирусная инфекция и как развиваются её симптомы. Надо помнить, что иммунная система постоянно мониторит организм в поисках потенциально чужеродных веществ, на которые можно было бы вызвать иммунный ответ. И иногда этот иммунный ответ оказывается даже более вредоносным для организма, чем сама инфекция. Зачастую этого не происходит. Зачастую иммунный ответ адекватен. И он действительно помогает телу, помогает организму для борьбы с патогеном. Если бы его не было, было бы гораздо хуже. Но иногда ситуация выходит из-под контроля. И одним из проявлений такого критического положения является состояние цитокинового шторма. Цитокины – это маленькие растворимые белки, которые служат для передачи информации между клетками иммунной системы. Лимфоциты, макрофаги, тучные клетки, всё, что угодно, всё, что составляет иммунную систему, естественно, не обладают ни мобильными телефонами, ни электронной почтой, они посылают другую сообщение за счёт выработки и принятия растворимых химических веществ. Эти химические вещества могут вызывать концентрацию клеток иммунной системы в одном месте или наоборот вызывать то, что эти клетки будут разбредаться по всему организму. Эти вещества могут либо усиливать действие клеток иммунной системы, либо наоборот затухать, способствовать затуханию этой деятельности. Их много, это очень элегантная разветвлённая сеть взаимодействий. И цитокиновый шторм это когда критически большое количество цитокинов, способствующих воспалению, выбрасывается одновременно. Про все цитокины разом исследований очень мало, но некоторые исследования выхватывают какой-то отдельный цитокин и меряют, скажем, его содержание в крови у больных у пациентов с этой инфекцией. И такие данные накапливаются. Здесь вот приведена статья, где подняли старые результаты по измерению цитокина под названием утролекин-6 среди пациентов с COVID-19, которых выписали из госпиталя, и среди тех, кто, к сожалению, скончался во время этой инфекции. Так вот, интересный факт, что у тех, кто скончался, у тех, кто выздоровел, кого выписали, у них 25-75% интервал уровня этого цитокина был в районе от 5 до 9 пикограмм на миллилитр. Что это значит? Это значит, что у четверти этих пациентов уровень интерлекина-6 был ниже 5, еще у четверти он был выше девяти, а у оставшейся половины он был заключен где-то в этом интервале между пятью и девятью. А вот у тех, кто умер в ходе этой инфекции, этот интервал был существенно сдвинут в область более высоких значений. Он составлял от 8 до 16 пикограмм на миллилитр. Для сравнения, нормальный уровень интерлекина-6 вообще редко, когда превышает 4 пикограмм на миллилитр. Здесь дан не 25-75 процентный интервал, а просто некий расплывчатый интервал, в котором этот уровень находится в большинстве случаев. Здесь, наверное, порядка 90% всех испытуемых находятся вот здесь, здоровых испытуемых, я имею в виду. Так что, глядя на эти цифры, можно заподолжить корреляцию между неблагоприятным течением этой инфекции и чрезмерно повышенным уровнем интерлекина-6. Поэтому, в принципе, можно рассматривать как вариант терапии, можно рассматривать заглушение не целиком, но как минимум частичное подавление интерлекина-6, чтобы он не так активно разрушал свои собственные, не так активно способствовал разрушению собственных тканей организма. Кстати говоря, здесь вот эту статью я нашел не сам. Большое спасибо человеку по имени Илья Цирлов, если я правильно произношу фамилию, который просто посоветовал эту ссылку в некоторой социальной сети для ученых, где можно поделиться опытом, спросить советы и так далее. Так, что еще? Вообще, я не закончил еще говорить про вовлеченность иммунной системы в симптоматику и в течение коронавирусной инфекции. Здесь вот есть очень хороший обзор. Он с одной стороны довольно легко читается, с другой стороны обладает очень глубокими данными внутри себя. И глубокими, и масштабными. То есть, там много обо всем и много тем затронуто. Так вот, ну, про компоненты цитокинового шторма там тоже написано, там приведены данные, какие именно цитокины в этом шторме чаще всего бывают. И приведены ссылки на оригинальные исследования. Там же приведены ссылки на некоторые потенциально возможные терапии, которые мы сейчас тоже обсудим. А я бы хотел сейчас пару слов сказать про генетическую предрасположенность. Значит, в иммунной системе есть такие белки HLA. Они котируются генами, да, HLA. Они выполняют роль такого молекулярного зажима, в котором потенциально чужеродные молекулы не застревают, а в которые они помещаются клетками специально. И в этом молекулярном зажиме, как в таком ухватике, демонстрируются Т-клеткам, чтобы Т-клетки приняли решение о том, являются ли эти молекулы чужеродными и, следовательно, на них нужно возбуждать иммунный ответ, или же, наоборот, эти молекулы являются молекулами своего собственного тела и на них не нужно возбуждать иммунный ответ. те люди, кто уже смотрел мой цикл лекций «Основы монологии», те понимают, о чем я говорю. Те люди, которые к нам присоединились только сейчас, наверное, не будут нуждаться в детальном представлении всего этого дела для того, чтобы следовать логике дальнейшего повествования, но и их я тоже призываю, пойдите, пожалуйста, посмотрите мою лекцию «Основы монологии». В одной из этих лекций там про гены HLA всё сказано довольно подробно. Так вот, этих HLA огромное количество вариантов среди популяции. Разные люди несут немножко разные варианты этого гена. Этих генов, их много. И можно вспомнить школьный урок генетики, если вы хорошо учились в школе, вы помните классические опыты Менделя, Менделевский горошек, там были два варианта одного и того же гена, А большое и А малое. Если следовать той же самой терминологии, то в случае генов HLA этих вариантов может быть безумное количество. Там может быть А большое, А малое, А с чертой, А с волной, А со штрихом, А со звёздочкой, и чего там только нельзя напридумывать, всё что угодно. Ну, обозначения там, конечно, другие, совершенно не такие, я их только что из головы взял. Сами HLA они кодируются там другими символами, но понятно, что люди в популяции по этим генам различаются. И в этом обзоре приводятся ссылки на те исследования, которые смотрели, как коррелируют различные варианты HLA с тем, насколько серьёзно происходило происходило течение болезни предыдущего коронавируса, болезни, вызванной предыдущим коронавирусом, SARS-CoV-1, той атипичной пневмонии, которая была в 2002-2003 годах. И насколько люди с разными вариантами HLA заражались этим вирусом, насколько это заражение варьировало между людьми с разными вариантами гена. Эту информацию полезно знать, скорее всего полезно тестировать людей на эти гены и записывать такие данные куда-нибудь в медицинскую карту, что-то такое, при составлении и план лечения, потому что это может помочь спрогнозировать, как человек будет отвечать на эту инфекцию. В человеческом организме вырабатываются антитела. Клетки иммунные, они не единственные игроки в ответе на патогены, ну или вернее, скажем, сугубо клеточные реакции, когда клетка подходит и за счет клеточного контакта чего-то разрушает. Это не единственный механизм. Б клетки, Б лимфоциты, точно такие же участники иммунного ответа, они вырабатывают антитела. Антитела – это такие растворимые вещества, тоже белки, которые связываются избирательно с чужеродными молекулами, а с молекулами своего собственного тела они таких дел не вырабатываются, которые бы связывались с молекулами собственного тела. И в течение инфекции эти антитела меняются. Сначала это антитела класса М, они вот здесь обозначены буквой IgM. Ig – это иммуноглобулин, это то же самое, что антитела, М – это название класса. Потом, когда инфекция развивается и иммунный ответ развивается вместе с ней, антитела меняются на антитела класса G. Так вот, было бы полезно, на мой взгляд, и также на взгляд специалистов, мнения которых я слушал, тестировать людей и на присутствие вот этих антитела класса М, и на присутствие антитела класса G у них в организме. Потому что может получиться, если у человека есть антитела класса М, но пока нету симптомов коронавируса, и сам вирус есть, детектируется в организме, тогда, возможно, человек только что заразился, и через несколько дней у него появятся симптомы заболевания, ему понадобится медицинская помощь. А пока он только заразился, просто гуляет где хочет и распространяет этот вирус. Очень важно знать такие ранние случаи заражения, пока еще бессимптомные. Наоборот, если у человека антитела класса М нету, если только антитела класса G, и вируса самого нету в организме, тогда, скорее всего, этот человек уже переболел, и приобрел иммунитет, и больше не заразится, и тогда ему действительно можно гулять где хочешь. Кроме того, как здесь на последней строчке написано, у этого человека в принципе можно даже взять кровь, выделить эти антитела, и кому этих антитела не хватает. Ну, конечно, безусловно, с применением всех правил стерильности, правил трансплантации, переливания физиологических жидкостей, всего, чего угодно, с правилом проведения медицинских процедур безопасным образом. Но, в принципе, такая терапия тоже сейчас рассматривается. Взять сыворотку здоровых людей, содержащих эти антитела, и ей пытаться лечить больных. Так. Ну, хорошо. По поводу лечений, да, мы сейчас плавно переходим к имеющимся на сегодняшний момент типам лечения. К сожалению, здесь пока подвижек нет. Те же самые статьи, которые я цитировал раньше, те же самые статьи, которые выходили месяц и два месяца назад, они до сих пор предоставляют актуальную информацию по этому вопросу. И актуальная информация звучит так. Я цитирую по тексту. Наиболее важной стратегией лечения до сих пор остается поддерживающая терапия. Как то искусственная подача кислорода, поддержание уровня жидкости в организме и сдерживание вторичных бактериальных инфекций с помощью антибиотика. То есть специфически лечить этот вирус и сгнать его из организма мы пока не научились. Мы разрабатываем такие методы, ну мы в смысле человечество, но пока таких методов еще нет. Поэтому и остается, если у человека отказали легкие, качайте ему в легкий воздух. Если, ну кислород в смысле, если на фоне инфекции и общего того же самого цитокинового шторма и агрессивного иммунного ответа у него обезвоживание, давайте ему воду и электролиты. Если у него организм ослаблен в легких иммунный ответ, ткань легкого нарушена, там какое-то коротечение, воспаление, все что угодно, и на этой почве бактерии, которые в обычных ситуациях сдерживаются нашим иммунитетом, внезапно поняли, что им все можно, им ничего не будет, и начали размножаться, и помимо вирусной пневмонии у этого человека также образовалась и вторичная такая оппортунистическая бактериальная пневмония, то тогда давайте ему лекарства от бактерий, антибиотики. Но лекарства от вируса как такового пока общепризнанного не существует. Хорошо. А чего существует? Какие есть методы в разработке? Ну вот я и на первой лекции говорил про комбинацию лапиновира и ретонавира, которая известна под торговым названием калетра, и некоторые другие довольно серьезные специалисты про этот препарат говорили тоже. Ну не в смысле что довольно известный как я, я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что помимо меня про это говорили еще и довольно известные специалисты, ну например профессор Нетесов. Тоже советую его лекцию на ютюбе. Так вот, пока эффективность этой комбинации не доказана. Против нее возлагались серьезные, вернее, на нее возлагались серьезные надежды. Она себя зарекомендовала хорошо при лечении первой атипичной пневмонии 2002-2003 годов, но когда уже начали проводить более детальные исследования, как это лекарство работает против сегодняшнего коронавируса, эффективность не подтвердилась. Хотя к этому исследованию есть вопросы. В условиях чрезвычайного положения, когда так много заболевших и так мало времени, очень сложно медицинское исследование провести по всем правилам. Очень сложно добиться того, чтобы была большая когорта пациентов с одинаковой тяжестью болезни, чтобы половине из них давали лекарства, а половине другой ничего не давали. или давали плацебо. Чтобы ни доктора, ни пациенты не знали, чем их лечат. Чтобы не было даже подсознательной тяги к какой-то манипуляции с данными. Упаси Боже, я не говорю, что вот эти люди в этой статье как-то данными манипулировали. Честно говоря, я уверен, что нет. Но при оценке состояния пациента, которое проводится в общем-то на глаз, возможны некоторые подсознательные аберрации объективности. И если этого не было конкретно в этом исследовании, то вполне возможно такой артефакт может возникнуть в каком-нибудь аналогичном исследовании. Поэтому исследования должны быть теоретически двойные слепые, когда никто ничего не знает, кроме администратора самого эксперимента. Но вот этого проведено не было, поэтому может быть информация об эффективности калетрии еще и изменится. Сейчас ситуация такая, что новости меняются как с линии фронта. Другой препарат, который тоже подавал надежды, это фавилавир. В нем не было не то, что исследований слепых, в нем не было даже таких исследований, когда пациентам в случайном порядке назначали либо одно, либо другое, потом смотрели. И вообще та программа, которую я использую для систематизации библиографии, программа Зотера, которая, собственно, генерирует все эти ссылки и сохраняет в одну базу данных все статьи, она мне выдала обещание, что эта статья изъята из журнала. Но в принципе про этот препарат нужно помнить, не сбрасывать со счетов и следить за тем, не появится ли про него более позитивной информации. Это же касается противовирусных препаратов. Чего еще? Ну вот еще одна статья есть, которая суммирует перспективные разработки в этой области. Там несколько других препаратов тоже обозначено. Сейчас я сделаю глоток воды, а то голос садится. Но как борется с вирусами? К счастью, коронавирус он РНК-вирус. У него генетическая информация записана не на молекуле ДНК, как у нас, а на молекуле РНК. И у него существуют вполне специфические такие отличные от наших, очень сильно отличные от наших механизмы копирования генетической информации. Вирус копирует свой геном и размножается совсем не так, как на молекулярном уровне это делаем мы. Поэтому можно попытаться сделать лекарства, направленные именно на вот эту специфическую вирусную модель репликации ДНК, которые в нашем организме никак не реализованы, и, соответственно, наш организм от этого не пострадает. Ну вот РНК-зависимый или РНК-полимераза это как раз то, что там у вируса есть, и против него направляют исследование и два препарата. Два препарата проходят тестирование, какое-то, на каких-то уровнях. Кроме того, вирус, вирусные белки, прежде чем начать работать, они должны быть некоторым образом порезаны. И, кроме того, еще существует ну да, там техника, не техника, а вот этот вот эпизод с разрезанием белка, она он еще присутствует при проникновении вируса и в клетку в саму. Ну, короче говоря, для жизнедеятельности, чтобы не вдаваться уже в подробности, да, я и сам, честно говоря, не знаю, какие именно это препараты, на что они здесь действуют. Но для поддержания жизнеспособности этого вируса ему нужно какие-то определенные белки где-то резать. И для этого существует специальный молекулярный разрезатель протеаза, который в нужном месте нужные вирусы у белки режет в угоду этому вирусу. Эту протеазу тоже можно пытаться блокировать. У нас такой нет в нашем теле, так что нам не страшно. И тоже два препарата тестируются. Вирус, когда вирус не может просто так сам по себе размножаться, ему обязательно нужно слиться с клеткой и внедриться в эту клетку. Вирусные частицы вне организма, вне живой клетки, они вообще не живые. Они такие просто кристаллические структуры из белка липидов и нуклеиновых кислот и всю свою жизнедеятельность проявляют только по причине того, что берут под контроль клетку хозяина. Так вот, может быть, можно этому вирусу приказать не встраиваться в клетку, не сливаться с клеткой, как-то запретить ему с клеткой взаимодействовать. Тогда он никакого вреда нам причинить не сможет. Ну, вот, некоторые блокаторы слияния вируса с клеточной поверхностью предоставиваются. Здесь упоминается три препарата. Так, можно с помощью этого можно разрабатывать методы, с помощью которых можно разрабатывать методы, которые как-то манипулируют иммунной системой. Либо ее стимулируют. И здесь два таких стимулятора представлены. в разработке, в этом обзоре. Либо подавляют чрезмерную активацию иммунной системы. Там аж девять препаратов разрабатываются, в том числе антитела против интерлекина 6, и про них я тоже рассказывал. То есть, это такие антитела, которые вместо того, чтобы связывать вирус или что-то чужеродное, они связывают сам интерлекин 6 и не дают ему делать свое дело. Про них я упоминал вкратце на одной из предыдущих лекций. Ну и вакцина. Да, сюда же в эту группу входит еще один препарат, который просто направлен на симптоматическое лечение, на облегчение состояния больного. Ну и вакцины разрабатываются. Здесь упомянуто 6. В следующей статье делается, указывается, подчеркивается такая деталь, что вакцины на сегодняшний момент они вообще становятся принципиально новых типов, не такие, какие они были раньше. Ведь, по сути дела, те вакцины, которыми нас прививали в детстве и сейчас, и даже те вакцины, которые сейчас разрабатываются от гриппа, они делаются по довольно старым технологиям. То есть, они тоже совершенные, тоже современные, но основная модель, она может быть старая. Это может быть либо, скажем, ослабление возбудителя при многочисленных пересеваниях на какой-нибудь культуре клеток, это может быть либо убийство этого возбудителя и введение его там, ну, уже нежизнеспособным в организм, но все еще иммуногенным, все еще способным вызывать иммунитет. А вот против коронавируса уже дана зеленая дорога, дан зеленый свет применения, вернее, там, разработки тех вакцин, которые находятся на переднем крае современных знаний и умений в области молекулярной биологии. Тех вакцин, которые основаны на принципиально новых методиках. Ну, например, разрабатывается методика генетического модифицирования самих антигенпрезентирующих клеток, тех самых клеток, которые в нашем организме показывают антиген Т-клеткам и с той целью, чтобы Т-клетки посмотрели на этот антиген и приняли решение вызывать иммунный ответ или не вызывать. В эти антигенпрезентирующие клетки можно ввести генетическую информацию, содержащую структуру, содержащую, как сказать, в эти антигенпрезентирующие клетки можно ввести генетическую информацию, кодирующую один конкретный вирусный белок, заставить эти антигенпрезентирующие клетки вырабатывать один конкретный вирусный белок и ничего другого, никаких других компонентов вируса, тогда вирусная инфекция не разовьется, а Т-клетки этот вирусный белок уже увидят и поймут, что против него нужно вызывать иммунный ответ и иммунную память. Также можно симулировать эту вирусную инфекцию без собственно использования самого вируса. Можно взять какую-то вирусную РНК, вирусный геном, убрать из него все те элементы, которые бы делали возможным размножение этого вируса и поддержание его собственной жизнеспособности. И такой геном, такую молекулу нуклеиновой кислоты заключить в некоторую капсулу, похожую на вирусную частицу, и такую капсулу ввести в организм. Сама по себе она развиваться не сможет, сама по себе она заражать клетки не сможет, а вот передать клеткам информацию о том, чего надо бояться, вот она уже сможет. И это очень перспективная вакцина, перспективная технология, про нее говорят, что она, скорее всего, и выстрелит. Если ничего совсем плохого с ней не случится, никаких совсем плохих результатов исследования показано не будет, то именно на эту технологию как раз и возлагаются сейчас большие надежды. Еще немножко про разработки. Здесь у нас есть таблица, большая таблица из обзора иранских ученых, которые суммируют возможные подходы к лечению этой вакцины и некоторых, простите, к лечению этого заболевания COVID-19 и некоторых сходных с ним заболеваний. Вот это вот Мерс, это ближневосточный коронавирус, да, что-то еще, SARS-CoV, это SARS-CoV-1, суммируют именно подходы, завязанные на манипуляции иммунной системой. Вы всегда, я уже через эту таблицу детально проходить не буду, те, кто заинтересован, те, кто специалисты, может нажать на паузу и посмотреть, или пойти в саму статью и прочитать, но вообще это было довольно интересно и показательно. Ну чего, надо переходить к моделированию, время не ждет. Вообще, надо сказать, что здесь есть сайт, и ссылка на него будет дана еще и там внизу, ну здесь адреса самого нет, но там дальше в приложении он будет. Там довольно красивые, довольно подробные графики со статистикой, и такие все очень интерактивные. И наличие таких графиков позволяет мне, в общем-то говоря, утверждать, что от правительств большого количества государств исходит более или менее своевременная и адекватная информация про количество зараженных, про успехи лечения, про смертность, про скорость распространения, про карантин и так далее. С другой стороны, конечно, я готов себе представить, что большое количество государств такую своевременную информацию не предоставляют. Либо у них со статистикой не все в порядке, либо цензура, либо тестирование как-то неправильно установлено. В общем, в принципе, чтобы уж совсем чувствовать себя защищенным, нужно бы прогнозы делать только локальные, географические. Конечно, было бы идеально иметь прогноз для всей планеты, но коль скоро мы не можем полностью доверять всей той информации, которая из каждого государства приходит, наверное, следует ограничиться моделированием ситуации только в конкретной стране и уповать на то, что модель, во-первых, будет нечувствительна к некоторым погрешностям во входных данных, по крайней мере, на качественном уровне, а во-вторых, уповать на то, что карантин и ограничения пассажироперевозок действительно сведут на нет влияние, которое страны оказывают друг на друга. То есть вся та кинетика этого заболевания, этой эпидемии, она, собственно говоря, определяется состоянием внутри конкретной страны. Ну вот это было сделано для США. Американский центр по мониторингу заболеваний, как он называется, CDC, я, честно говоря, не знаю правильный перевод этой организации на русский язык, он использует прогнозы трёх лабораторий. Вот у них на интернет-сайте эти прогнозы есть, есть ссылки, есть некоторое минорное описание этих прогнозов. И важно упомянуть, что эти прогнозы, они принципиально используют разные подходы. И все более или менее, говорят, сходятся на одном и том же, на одной и той же качественной картине. Это важно. Когда разными методами вы доказываете что-то довольно похожее, то, значит, ну, наверное, оно действительно приблизительно так и есть. Приблизительно это предсказание недалеко от истины. Ну что, ну пройдёмся сейчас вкратце по этим обзорам, по этим предсказаниям. Значит, первое, это просто берут экспериментальные отсчёты, экспериментальные данные того, как во времени увеличивается смертность этого вируса. И подгоняют её какой-то формулой. Сначала подгоняли вот такой формулой. Потом подумали-подумали, сказали, нет, такая формула не годится. Будем другой формулой подгонять. Почему? Потому что, просто потому что вот эта формула подгоняет лучше. Никакого механистического исследования, никакого, на самом деле, моделирования ситуации, да, и решения какой-то такой физической задачи здесь не было. Просто нашли функцию, которая удачно подгоняет экспериментальные данные. И вполне возможно с использованием этой функции, коль скоро она хорошо ложится на экспериментальные данные, с её помощью возможно на какое-то время продлить вперёд прогноз и предположить, как эта эпидемия дальше будет развиваться. Значит, ну, почему используются вообще формулы здесь какая-то? А почему нельзя просто палочками соединить все эти точки, да, вот отсюда палочку, отсюда палочку, и как-то так вот её сгладить, все эти данные. Ну, именно потому что формула, она все вот эти вот данные берёт, собирает, а на выходе выдаёт только несколько параметров. Вот фактически вся вот эта вот большая формула, да, она зависит от чего? Ну, от времени, да, ну, время, оно понятно, вся кривая, она в зависимости от времени. И ещё от некоторых свободных чисел. Альфа, бета и п. И таким образом, редуцировав всё вот это богатство информации, которое было здесь вот в исходных отсчётах, на просто три каких-то параметра, мы можем существенно упростить вычисления и, с другой стороны, исследовать, ну, использовать параметры, подставить сюда время в будущем, да, и посмотреть предположительно, как это в будущем будет себя вести. Вот здесь с такими же параметрами. Вот. Это один подход. Другой подход, когда такой вот явной формулы нету, когда эта вот Лос-Ламская лаборатория так делает. И, честно говоря, я не очень хорошо знаю действительно, чего она делает. Я пытался связаться с её представителями, но они не отвечают. Ну, собственно, это и понятно. У них сейчас действительно забот полно. Но насколько я понял, что они делают, да, я сейчас выношу своё суждение, потому что там не было действительно описания этой статьи. Вот на самом сайте не было статьи, которая бы показывала алгоритм вычисления. Но как я понимаю, что они делают, да, они тоже смотрят на предыдущие экспериментальные отчёты, на статистические данные, как на реальную статистику смертности, и анализируют вот флуктуацию, вот эти скачки, да, насколько одна точка скакнула от другой, третья от второй, четвёртая от третьей, замеряют вот эти вот скачки, сравнивают их все друг с другом, этот с этим, этот вот с этим, этот там ещё с каким-то, который от него на какое-то количество шагов отстаёт, и понимают, на какое расстояние, за какое время эти точки в среднем скачут. И имея на руках такую статистику, они показывают, с какой вероятностью эта точка скаканёт сюда, ну, с небольшой вероятностью, с какой вероятностью она останется той же, тоже здесь небольшой, да, с какой вероятностью она скаканёт сюда, уже повыше вероятность, с какой вероятностью она скаканёт сюда, ну, здесь совсем такая тёмная область, совсем высокая вероятность. То есть приблизительно, как мне кажется, они используют такой подход. Ну и, наконец, третий подход. Это именно в том, чтобы смоделировать всю систему. И здесь я уже графиков рисовать не стал, я просто нарисовал от руки. Действительно, в компьютере моделируют, пишут уравнения, в которые закладывают частоту встречаемости этого вируса. Частоту контактов между зараженными людьми. Скорость выздоровления. Частоту, с которой заболевшие пациенты умирают. И запускают это все во времени. И смотрят, как оно эволюционирует. Плюс ко всему, эта модель накладывается, встраивается в глобальную модель перемещения людей по свету. Я здесь показал, что вирус передается к человечку, а человечек потом либо умирает, либо выздоравливает. Ну, кроме того, эти авторы построили очень такую изощренную, продвинутую систему моделирования того, как люди двигаются по свету. Как они перемещаются по дорогам, по самолетам. Ну, статистически. Вот здесь я уже и самолетик нарисовал, а потом еще и всю планету. И вот эти вот такие дуги, это как самолеты летают. Ну, и также они еще рассматривали, как машины ездят. И вообще, как эта эпидемия может распространяться и при наличии карантина, и без карантина. И какие есть еще варианты. Это такая механистическая модель, она очень сложная, но ее нужно принимать во внимание наряду с теми предыдущими двумя. Вот. Про это я сказал. Ну, пару слов буквально я скажу еще про тестирование. Здесь есть ссылка на статью в Economist. Я, честно говоря, эту газету не читал никогда. Только вчера во время подготовки этой лекции нашел эту статью. Ну, там, собственно, чего говорится. В первый раз, я имею в виду, нашел эту статью и прочитал. Еще там говорится, что вот в Исландии тестировали всех подряд. Несмотря на то, здоровый человек или нездоровый, тестирование было таким, ну, я не знаю, поголовным или нет, но, по крайней мере, оно было независимо от того, какое самочувствие у человека. А в Голландии тестировали только тех, кто попал в больницу с подозрением на этот коронавирус. И в Голландии получалось, что коронавирусом заражаются пожилые люди в основном. А в Исландии получилось, что заражаются и молодые тоже. То есть, исходя из этого сравнения, получается, что молодые люди действительно тоже заражаются, но довольно часто приносят болезнь бессимптомно. Это не значит, что они всегда со стопроцентной вероятностью будут бессимптомно переносить болезнь. Конечно, нет. Существует уже в интернете огромное количество отчетов о том, что молодые люди тоже умирают от этого вируса и тоже серьезно болеют. Но, в принципе, доля бессимптомных носителей среди молодой популяции она больше. И получается, что этот вирус распространяется еще быстрее, чем можно было бы представить, если бы вы тестировали только те, кто в больницах. На самом деле, судя по всему, по улицам гуляет большое количество людей, которые заражены и носят этот вирус, но и сами про это не знают. Вот. Ну, чего еще вкратце можно сказать? Я вам действительно советую посмотреть лекцию профессора Нитесова. Найдите ее в интернете. Там, по крайней мере, точно будет сказано, что вирус обладает естественным происхождением. По поводу того, как организовать карантин и сколько это будет стоить. Здесь я не специалист. Наверное, лично мне, лично меня всегда по этому поводу впечатляли те комментарии, которые дает экономист Андрей Мовчан на русском языке. Можно посмотреть его и тоже сделать себе мнение о том, какие экономические последствия и какие экономические требования эта эпидемия выдвигает. Ну, все. Наверное, на этом действительно я больше не могу ничего особенного сказать. Следите за информацией. Я тоже буду следить за информацией. Если что-нибудь экстраординарное случится, я выпущу еще одно видеообращение. Вам спасибо за внимание. Здесь даны источники. Нажмите на паузу, если вас что-то заинтересует. И скопируйте название этой статьи. Поищите в Google, поищите в PubMed, поищите где угодно еще. Там все есть, все распространяется за бесплатно. Во время коронавируса плата за критическую информацию не взимается. За ту информацию, которая связана с коронавирусом. На этом я завершаю лекцию. Спасибо большое. Надеюсь, было интересно. Увидимся как-нибудь еще. Пока.